Привет всем! Вы на канале Афинеи. В этом ролике мы расскажем о 4-звездочном отеле «Жемчужина». Этот отель яркий пример того, как сперва ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя. Через пару лет гостиница отметит 50 лет. За полвека, как вы понимаете, заработать славу и популярность – дело нехитрое. Многие по старой памяти, пребывая в ностальгии, едут именно сюда. Однако в интернете все больше и больше появляется негативных отзывов. Наша команда, планируя путешествие в Сочи, решила не упускать возможности разобраться в ситуации. В конце концов, на море мы приезжаем за эмоциями, а уже быт вторичен. Не будем сразу вас пугать рассказами про неудобную душевую кабину, грязный ковролин, а заглянем сначала на территорию отеля. На территории отеля небольшой, но очень уютный парк с разнообразными растениями. Более того, у некоторых из них можно найти табличку с QR-кодом. Чтобы более подробно изучить растения, просто открываете камеру, наводите на QR-код, и он вас переводит в Википедию, где можно уже поближе познакомиться с растением. Территория красивая, ухоженная, но для такого многолюдного отеля маловато. Большую ее часть занимает уличный бассейн. Вода морская, температура воды 28 градусов. Плавать можно даже зимой. Теплооборудованный выход здесь тоже предусмотрен. Заплываешь под навес и сразу попадаешь в банный комплекс. Кстати, о банях. Нас смутило желание администрации отеля заработать на отдыхающих дополнительные деньги. За баню и хамам нужно платить. А в бесплатной сауне сидячих мест хватает не всем. Приходилось париться стоя. Кстати, с проблемой нехватки мест мы столкнулись не только в сауне. Принято считать, что аншлаг в бассейне бывает только в холодное время года. Это так, но только не в отеле жемчужины. Дело в том, что воспользоваться бассейном могут не только те, кто проживает в отеле, но и люди со стороны. И, кстати, в этом году очень существенно подняли цены на бассейн. То есть, если в прошлом стоимость бассейна-будни составляла 600 рублей, то сейчас цену подняли до полутора тысяч. Поэтому лежаки нужно занимать как можно раньше, чтобы вам досталось место. А узнать отдыхающих в отеле от обычных туристов можно по халатам. Как правило, те, кто живет в отеле, им выдается халат. Халаты тоже лучше просить заранее. Наши соседи дождались только на третий день. Нет, мы не говорим, что сотрудники отеля невнимательные. Просто раскачиваются долго. Ну а теперь мы идем на пляж. Дорога к морю идет через подземный переход. Вход в тоннель расположен рядом с бассейном. Пляж отель «Жемчужина» достаточно оборудован. Есть навесы, ротонда, лежаки. Полотенца выдают по требованию гостям отеля. Не хватает этому пляжу только лоска. Его явно давно не реставрировали, а хотелось бы. И, кстати, перед посещением не забудьте аквашузы. Здесь все-таки галька попадаются, и крупные камни можно поранить ногу. На пляже отель «Жемчужин» также есть душевые, туалеты. О безопасности здесь тоже позаботились. На территории работают спасатели и медпункт. Если вы не готовы вести охоту за лежаками, то идите в пляжную вип-зону. Стоимость за один день – 4500 рублей. Неоправданно дорого. Кроме гарантированного места никаких других преимуществ нет. Хотя есть. Рядом с лежаками расположен ресторан грузинской кухни «Иберия». В день нашего отъезда в этом ресторане мы и пообедали. Из плюсов – официанты-мужчины. Даже чаевых захотелось составить побольше. Цены ниже среднего. Если вы думаете, что на этом рассказ о пляже исчерпан, то это не так. Напоследок мы оставили самое интересное. Одна из самых часто встречающихся жалоб туристов – это грязное море на пляже «Жемчужина». Мы постарались выяснить, так ли это и в чем же причина. Действительно, вода очень мутная. По одной из версий, здесь, именно в этом месте, втекает канализационная труба. Но самая очевидная версия – это река Верещагинка. Она начинается с Успенского кладбища, а втекает именно в этом месте, в Черное море. Предостерегающие отзывы, что важно, чаще всего пишут местные жители или сотрудники отеля. Одним словом, те, кто точно знает, о чем говорит. Ну что же, давайте теперь пройдемся в прямом и переносном смысле по гостинице. Заглянем в наш номер, а затем посмотрим, чем кормят в ресторанах. В отзывах писали о проблемах с лифтами, о том, что часть лифтов не работает. Это действительно так, мы это проверили на собственном опыте. И да, в лифтах достаточно душно, судя по всему, воздуховод давно требует ремонта. Из шести лифтов работают только три. Кабинки маленькие и душные. Реконструкция подъемников этому отелю точно бы не помешала. Ну вот мы с улицы пришли в отель, и сейчас мы вам покажем наш номер. Пойдемте. А, блин, я забыла. Открывается номер карточкой. Номер достаточно просторный. Здесь есть и зона отдыха, и, кстати, два балкона. За время отдыха здесь мы, честно говоря, не поняли, зачем два балкона. Вот второй балкон, его можно было бы теоретически использовать в кассичестве сушилки, но сушилки там нет. А сушилку почему-то установили на балконе, где столы и стулья. Вообще, отель «Жемчужина» является рекордсменом по количеству отзывов негативных о уборке. Не очень чистый ковролин не только в номерах, но и во всем отеле, в коридорах, при входе в фойе. Видимо, к приезду звезд на кинотавр, который проходит здесь ежегодно, ковролин застилают красными дорожками. Полы – полами, но нужно думать и об искусстве. Нас приятно удивило то, что в номере есть картина, написанная маслом, то есть это произведение искусства, и оно здесь не случайно. То есть это говорит о том, что отель имеет четыре звезды. Но что, опять же, нас удивило, это наличие капсульной кофемашины для любителей кофе, согласитесь, это большой плюс. Сейчас мы вам покажем ванну, но перед этим мы откроем эту дверь, которая является чудо технической мысли. Открыть ее нужно приложить силы. И, кстати, она полностью не закрывается. Не закрывается полностью, что, согласитесь, тоже, в общем-то, неудобно. А находится ванна, на мой взгляд, достаточно близко к кровати. Ну, вот такой дизайн. В душевой кабине отсутствует полочка для шампуней. При этом огромная ниша над туалетом. Из плюсов – много шампуней, гелей, набор для бритья и салфетки. Половина номерного фонда имеет вид на бассейн и открывается такой панорамный вид на море. А вторая часть номеров – там тоже видно море, но в большей степени городской такой урбанистический вид. И прямо рядом можно увидеть зимний театр, где ежегодно проходит кинотавер. Питание организовано по тому же самому принципу, что и сервис на пляже. За качество и сервис нужно доплачивать. Туристов из номеров «Стандарт» кормят в большом ресторане «Хрустальный». Шведский стол для стандартов гораздо больше соответствует питанию трехзвездочного уровня, но никак не четыре звезды. Подача блюд довольно простая, без изысков. Если спагетти, то просто отварные, без овощей, соусов и других ингредиентов. Из салатов здесь будет витаминный. Свежие фрукты подают в разрезанном виде. А для люксов питание организовано в очень уютном банкетном зале «Кристалл» с видом на море. Здесь шведский стол практически полностью соответствует заявленным четырем звездам. Вместо овощного салата здесь салат «Цезарь», салат с красной рыбой или с языком. Гораздо больше фруктов и разнообразной выпечки, в том числе десертов с ягодами и взбитыми сливками. Есть столики на летнем балконе с видом на море. Вид красивый, но будьте готовы к атаке птиц. Особенно без церемонно ведут себя воробьи. Вечером отправляемся в ресторан «Веранда», который обещает выступление джаз-музыкантов. В меню морепродукты и хорошее итальянское вино. За столиками много людей со стороны. Возможно, еще и поэтому разочаровало обслуживание. Кухня и официанты с большим потоком посетителей просто не справлялись. В итоге ждали не самый вкусный греческий салат больше часа, а напитки принесли через 40 минут. В ресторане «Американский дайнер» единственный стол, который бывает иногда занят – бильярдный. Официанты промышляют обслуживанием в номерах. Всего на территории отеля 12 ресторанов. Но мы вам советуем ими не ограничиваться. Тем более, что «Жемчужины» расположены в центре города. В пешей доступности кафе и рестораны с высокой оценкой на TripAdvisor. С одной стороны, расположение отеля подкупает. Да, все рядом, близко. Но разве для тех, кто приехал отдыхать из мегаполиса, это главное? Хочется тишины и релакса. В «Жемчужине» этого нет. Зато есть суета, очереди у лифтов, переполненные рестораны, которые часто сдаются под мероприятия в аренду, шум автомобилей после полуночи. В поисках тихого и размеренного отдыха после «Жемчужины» мы отправились в Красную Поляну. В ближайших роликах мы расскажем об отеле «Горки Панорама». Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить видео. Ставьте лайки и оставляйте комментарии. Субтитры подогнал «Симон»!